Всем доброго времени еще раз. Давайте мы сейчас посмотрим, кто за вами следит, кто за вами наблюдает. Что этому человеку нужно? Ой, камера немножко сошла. Что этому человеку нужно? Или же люди, или же один человек, или же что, или кто, и зачем, и почему. Враги, друзья, всех увижу. Кому нужна моя личная помощь, можете обращаться ко мне на WhatsApp. Номер WhatsApp я указываю на видео, под видео точнее. Он закреплен и в каждом видео. Кто следит, кто наблюдает, зачем, для чего. Загадываем только себя, никого загадывать не нужно. Карты сами покажут мне, людей, человека, друга, врага и так далее. Давайте, кто за вами наблюдает, зачем, почему, для чего. Ну, смотрите, наблюдает человек, который на самом деле хочет с вами разрешить справедливость. Человек, который хочет, вот смотрите, здесь ваши отношения застыли, вы не общаетесь. И он хочет их палить, или же она, сейчас посмотрим. Вы знаете, здесь, может быть, за кем-то наблюдают и правоохранительные органы. Или же человек, который работает юристом. А даже, возможно, человек, который действительно увлекается шаманизмом. Он такой справедливый человек, вот к нему приходят люди, и он как будто бы, знаете, вот как эта женщина на карте поливает это растение, оно оживляется, да, оно вот расцветает. То есть человек, который помогает в каких-то направлениях, да, людям. То есть, смотрите, здесь говорится о том, что человек немножко на вас или же злой, или ваши отношения напряжённые в данное время. Но это мужчина, то есть это мужчина, он как будто бы держит всю информацию в руках, старается, по крайней мере, держать. Как-то вы этого человека осадили, как-то вы подшатнули его, подшатнули его я, что ли? Уход, вы с этим человеком не общаетесь, вы подшатнули его, может быть, даже для кого-то враг. Подшатнули, тяжело человеку, ушёл, закрылся, закрылся, то есть общения нету. Ну, во-первых, я скажу так, несмотря на то, что человек может работать или же принимать людей, ну, давать консультации, я же сказала, что к нему могут приходить. Может, он просто обычным консультантом работает, помогает. У него сейчас очень тяжёлое положение, оно подшатнулось, финансовое его положение, оно подшатнулось. Вот этот мужчина, да, император, но с тяжёлым финансовым положением. И мужчина, вы знаете, он как будто бы не имеет своего мнения, как будто бы рядом собираются мыши-крысы, да, и пытаются ему как-то натискать что-то. То есть он как будто бы строит из себя вот такого крутого, но люди собираются и помогают ему, что-то где-то говорят. Дальше наблюдает женщина, вот она, тайная жрица, вышла. Про мужчину понятно. А что женщина наблюдает? Что? За вашей работой, за то, чем вы занимаетесь. И её это удивляет. За вашим продвижением она может наблюдать. Эта женщина, кстати, может напускать на вас свору каких-то собак. И здесь очень интересно выпадает, понимаете, тайная жрица, это не обязательно, что это сразу ведьма. А у нас как ебанутые тут говорят, якобы, тарологи, на самом деле, начитались о книжке и вышли в свет. Это не обязательно ведьма или там связанная с магией, нет. Это женщина, которая, скорее всего, наблюдает за вами с какого-то другого аккаунта, либо сделала себе какую-то невидимку. И очень интересно падает. Падает она и другой мужчина. Возможно, она ещё может наблюдать за вашим личным положением. А ещё куда лучше, она может наблюдать за своим мужем и вами. Может быть, она думает, что вы с её мужем куда-то ездите, допустим, что-то делаете, куда-то ездите, чем-то занимаетесь. Вот так вот. За вашим передвижением она может наблюдать. Вот. За работой. Может, она думает, может быть, допустим, её муж помогает вам в работе, или вы с её мужем, допустим, работаете вместе. За день денежками наблюдают ещё. Ой, смотрите, деньги могут хотеть украсть, могут хотеть украсть. Ставьте защиты, тут карты вообще показывают. Да, деньги, да, деньги, да, деньги. Как я говорила в предыдущем видео, что могут даже вам делать крадники, крадники на работу, ну, вот так. Вот они считают, что вы богато живёте, видите, пьёте, гуляете, кайфуете, деньги есть. Тут слежка за деньгами. Ещё влюблённый мужчина какой-то следит за вами, но, может быть, и бывший. От него вы можете скоро получить и весточку. Но тут очень много финансового плана проходит, то есть, опять же, перейдём к деньгам вашим, да. Мы понимаем, что для каждого человека деньги – это понятие растяжимое, да, денюжки. Это растяжимое понятие для каждого человека, который здесь меня смотрит в данном видео. Вот, может, вы там получаете, допустим, 50-60, но вы можете, допустим, экономить эти деньги, да, вот. Вот, а другие не могут это делать. И вот они смотрят на вас и думают, о, ну, вот нихера она себе, ну, вот, живёт, да, или там, как она вот может всё. Ну, в общем, знаете, чужой, как говорили, чужая семья потёмки, да, но для меня не потёмки, я всё вижу. Я вот вижу и смотрю, что вам приходится, да, экономить. А экономить почему вам приходится? Потому что на некоторых есть порча на деньги, ваши деньги своровали по магии. Потому что здесь идёт вообще такая информация, да, что вы находитесь в каких-то ограничениях по финансам, да. И даже, возможно, я хочу сказать, что кто-то, может быть, даже и взял деньги у родственников, да, или же, может быть, пытается занять. Ну, будьте бдительны, будьте бдительны, потому что здесь очень много крадников стоят на деньги. Ну, тут какой-то и влюблённый мужчина, поклонник может наблюдать за вами, какой-то профессионал, который вас где-то заметил. То есть, может, вы к нему на приём, допустим, пришли, да, вы пришли к нему на приём, и он вас заметил, и вот наблюдает за вами как-то, да, пытается где-то как-то выследить вас. Может, там, допустим, чтобы вы ещё на приём к нему пришли, возможно, вот так вот, чтобы вы там пришли к нему на приём, и он опять вас увидел. Или же он к вам на приём, если вы, допустим, да, профессионал в какой-то сфере, будем так говорить. Наблюдает за вами, тоже где-то наблюдает, но человек профессионал. Вот знаете, к нему как приходят с вот этой чашей, а она пустая, а он их наполняет, но больше похоже на врача. Профессионал. Вот. Наблюдает ещё человек за вами, которому очень тяжело. Это женатый человек, ваш бывший человек. Человек женатый на расстоянии за вами наблюдает. Он хочет встречи с вами, но он предал вас. У вас был любовный треугольник, этот человек вас предал, забыл вас, ушёл от вас, и всё. Возможно, вы тоже весточку получите за этого человека. Возможно. Но опять же, не точно, но возможно. Здесь ещё наблюдает за вами человек, такого определённого склада ума. Я хочу у неё забрать. Я хочу у неё взять, но не дать. То есть такой человек, который может вас обмануть в деньгах. То есть, да, в денежках ваших может обмануть вас. Будьте бдительны, будьте аккуратны именно, да. Именно по деньгам. Вот прям будьте бдительны. Это мой вам совет. Вот здесь не по магии, но может прийти и сказать, там, Лена, Катя, Маша, Даша, Ира, ну да, образно, да, и займи деньги. Ну, никак он не поможет, но захочет взять. Это человек из прошлого. Вы с ним давно знакомы. Очень, так, знаете, давно. И давно про него нету новостей. Несмотря на то, что есть чувства, нет уважения всё-таки. Потому что человек хочет взять, взять. Будет давить на жалость, будет давить на то, что там плохо, что тяжело. О, пожалуйста, помогите, займите. А он не тян, он хочет вот так лежать и ничего не делать. Лежать и ничего не делать он хочет. Наблюдают за вами, как за королевой. Королевой Пентакли наблюдают за вами. Люди думают, что у вас деньги. И из-за этого многие хотят отправить вас на погост, на кладбище. Ой, аккуратно. Потом когда-нибудь вы ещё раз просмотрите моё видео и вспомните мои слова. Вот так, что я говорила, что от зависти бес попутал. От зависти бес попутал. Давайте мы его сюда поставим. Дьявол попутал у нас от зависти. Их бес попутал. Здесь прям тянут вас, как покойники. Ещё обратите внимание на то, что если, допустим, вы очень сильно притянуты к кладбищу или тянет вас к кладбище, да, допустим. Тоже будьте бдительны, потому что это может быть тоже своего рода какое-то воздействие на вас, что вас тянет постоянно к кладбище, да, допустим, очень-очень сильно, если вас тянет, и вы не понимаете, в чём дело. То есть это не обязательно будем говорить, да, допустим, о каких-то магических способностях, и что их нужно развивать. Это может быть и воздействие магическое, и всё, что угодно. И порча, когда человека привязывают к покойнику, к мертвяку, да, вот, и его очень сильно тянет на кладбище. Если вот у кого такое, да, обратитесь к практику, потому что ничего хорошего не кончится этим. Если человека постоянно тянет на кладбище, никак это, знаете, хорошим не закончится, вот. Наблюдают ещё за вашими детьми, как вы, допустим, детей там, да, содержите. Люди, с которыми у вас нету мира, отношения очень сильно шатнулись. Они как-то хотели манипулировать вами, что ли. Есть магическое воздействие. Я же говорю, магия, магическое воздействие присутствует. Особенно ближе к полнолунию будут на вас тоже работать. На вас будут работать через кладбище, кому-то будут делать на раку. Это страшные вещи. А вы знаете, мне женщина задавала вопрос, я не помню, как её зовут, Марета, а вы работаете на полную луну или на луну, которая убывает? Я не помню, как вас зовут, вы знаете, я работаю каждый день, и мне не обязательно, допустим, надо дождаться ночи, чтобы помочь человеку снять порчу или навести. Я профессионал в своём деле. Это всё равно, что мы возьмём хирурга, вам нужна срочная операция, или не дай силы вашим детям. А хирург скажет, о, дождёмся полнолуния, и потом тогда я прооперирую вас. Или же у вас зуб болит, адская боль, да, такая, отдаёт вам везде. Всё, срочно надо вырывать, иначе абцесс, гной и так далее. А вам скажет хирург-стоматолог, ой, давайте подождём полную луну, и тогда я вырву. Но это же смешно на самом деле, да? Да, она имеет значение, но это имеет значение для тех, кто, наверное, слишком много обращает внимания на какие-то, не то что ненужные, просто многие практики, вот они, вот они многие, конечно, крайне редко, есть такие практики, которые понимают, что если надо действовать, надо действовать сразу. Или если ритуал не подходит, допустим, а его нужно сделать в полную луну, можно подобрать какой-нибудь ритуал, который можно сделать не в полную луну, луна значения не будет играть, но такой же сделать. И тем самым, да, тьфу, блядь, уже от тупости людей начало заикаться, и тем самым шваль врага отправить. Понимаете, да, куда? Очень много людей наблюдают за вами. Хотят вашу идею. Вот опять, ой, враги наблюдают. Смотрите, два врага мужчины ваши. Один бывший, другой родственник может быть. Один бывший, другой может быть родственником. Знаете, как будто бы бывший вот наблюдает за вами и видит в вас себя. Или же вы можете напоминать его мать, допустим. Да, вы наблюдаете его мать, допустим, в будущем. Да, вот такое может быть. Наблюдает за вами женщина, которая хочет подпитаться вашими силами. Скорее всего, женщина-практик. Такие практики есть. Но это те практики, которые не состоялись, а как практики. Им не хватает своей силы, они не помогают, а питаются. Вот. Здесь... Ой, смотрите, ещё момент. Мы видим такую картину. Здесь кто-то к вам придёт. Ворвётся в дом. И будет встреча. Прям вот реально кто-то идёт. Ох, блядь. У меня нога затекла. Сейчас мы посмотрим, кто идёт. Тут какой-то человек, может, родственник. Ой, аккуратно. Кто-то может идти напрямую... Тут как и мужчина, и женщина. Может идти человек больной, психически ебанутый, извините. Да, да. Ой, аккуратно будьте. Может идти, прям идти с каким-то даже и холодным оружием. Может быть, допустим, вам кто-то угрожал холодным оружием. Тоже будьте бдительны и аккуратны. Об этом вопросе. Я скажу ещё, что наблюдает за вами человек, который постоянно находится возле могил, возле... Нет, да, кладбище. Может, он гробовщик, допустим, да. Вот где-то вы были на похоронах, и он вас увидел, и вы ему понравились, да. Я не шучу. Вот. Такой за вами может ещё наблюдать. Вот он постоянно возле могил. Может, допустим, дом находится возле могилы. Тут ещё за вами наблюдает человек, который хочет что-то с вами решить. Он считает, что вы забрали его удачу. Он психически больной. Будьте аккуратны. Человек психически больной. Выпивает очень много. Знак зодиака, козерог, лев, стрелец, водолей, может быть. Тоже будет встреча с этим человеком у вас, возможно. Или он планирует. Смотрите, вот вам ещё такое наставление и предупреждение от карт. Вот бывшие, да, которые будут приходить к вам на порог и появляться к вам тоже. Нежелательно с ними встречаться, потому что здесь они ранят ваше сердце опять. Ничего хорошего они вам не скажут. Вот. И не принесут, грубо говоря. Я вижу умершего отца, который умер у вас в 33 года или 35 лет приблизительно. А затем ушла и мать ваша. Это относится к тем, допустим, которые потеряли отца и мать. Вот разом, допустим, сегодня умер отец. И вот образно, да, и через месяц мать или через два. Тут надо выходить с отцом на связь спокойным. Вот. Потому что у вас нет возможности, я вижу, сейчас прийти на могилу. А у кого-то может быть такое, что, допустим, было где-то землетрясение или авария. Допустим, ваши родители погибли, а вы выжили. Ну, что-то такое. Вот так, да. Хорошо, понятно. Тут опять, как я всегда говорила и скажу, что есть определенная слежка за вашей работой. Вот. Но это, скорее всего, могут наблюдать за вами и коллеги. И коллеги. И вот коллеги могут. И вот коллеги за вами наблюдают, и у них очень много споров насчет вас. То есть, может, кто-то говорит так за вас, кто-то так, идут споры. Какие-то конфликты могут тоже быть. В общем, не один за вами наблюдает человек. У каждого свои интересы. Ну, вот что касаемо врагов, то будут нападать. Здесь, скорее всего, они попытаются ослабить защиту вашу. Да, скорее всего, даже через руны. Что касаемо вашей матери, она тоже вышла на картах. Опять же, это не ко всем относится, а то сейчас скажете, что я говорю про всех матерей. Нет, не про всех, но тут меня смотрят женщины. Как бы это не прискорбно было, чья мать является вашим врагом. Вот она тоже за вами наблюдает, и у неё такие мысли. Вот лучше бы я не родила, лучше бы я не родила, лучше бы я не родила. И любит она больше своего сына, вашего брата, нежели вас. Всё, я всем желаю добра. Кому нужна моя личная помощь, можете обращаться ко мне на WhatsApp. Всех люблю, до свидания, главное здоровья. Почему я желаю в каждом видео здоровья? Потому что, ну, это самое главное, что может быть для человека. Это на вес золота. Будет здоровье, сможете и с врагами бороться. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok